Более чем на 81 миллион рублей увеличиваются доходы городского бюджета в этом году. Это и безвозмездные поступления, и доходы от приватизации или продажи муниципального имущества. Расходы при этом вырастут на 250 миллионов. 37 миллионов идут на мероприятия по сокращению доли загрязнения сточных вод. 4 миллиона направят организациям пострадавших от распространения ковида. Более 5 миллионов будет стоить создание виртуального концертного зала. Предусматривается сигнование на расходы на выполнение работ по капитальному ремонту перекрёстка улица Советская и улица Павлика Морозова. Это более 9 миллионов рублей. На ремонт дорог предусмотрено из бюджета около 60 миллионов рублей. Более чем на 17 миллионов рублей предусматривается приобретение дорожной коммунальной техники. 62 миллиона пойдут на внедрение цифровых решений для платформы «Умный город». Также запланированы расходы на замену светильников на Икаре на светодиодные. Выделение субсидий на капремонт в городском музее и замену деревянных окон на пластиковые в музыкальной школе. Депутаты проголосовали за корректировку бюджета. Также на седании объявили, что Любовь Маркова уходит на пенсию. 40 лет она посвятила работе в администрации. 31 мая стал её последним рабочим днём. Алексей Сафонов вручил ей благодарственное письмо и цветы, а депутаты наградили продолжительными аплодисментами. Затем народные избранники заслушали отчёт главы города о работе администрации в 2020 году. Саров сохранил своё место в рейтинге городов с оценкой уровня социально-экономического развития территорий. Мы уже достаточно длительное время занимаем четвёртое место, надёжно занимаем. Это по интегральному показателю оценка качества жизни в городе выше среднего. Город остаётся привлекателен, привлекательным для желающих в нём жить, к нам стремятся. 2020 год был посвящён реализации значимых национальных проектов. Исполнение двух из них депутаты оценили как належащие. Трём дали оценку удовлетворительно. В прошлом году увеличилась доходная часть бюджета, был ликвидирован муниципальный долг. Растёт уровень заработной платы, но при этом всё больше увеличивается отрыв в доходах сотрудников муниципальных и частных предприятий от работников ядерного центра. Мы имеем очень хорошие, высокие достижения по ядерному центру, благодаря которому очень высокие цифры по средней заработной плате по городу в оценках всего города. Но если смотреть разрез, то, к сожалению, мы столкнулись с ситуацией, что предприятия муниципального сектора, сотрудники этих предприятий, имеют практически в три раза меньше доход, чем сотрудники ядерного центра. Так возникает и ситуация на рынке труда, которую мы видим сейчас. Ключевые специалисты муниципального сектора и ведущие сотрудники частных организаций переходят на работу в ядерный центр. Возможности привлечения новых высококлассных работников у ИП и МУПов практически нет. Это значительная проблема, она требует комплексного решения. И, скажем так, в ближайшие годы мы вынуждены будем её решать тем или иным способом. Также Алексей Сафонов рассказал о реализации проектов по программе поддержки местных инициатив, вводе жилья, ремонте образовательных организаций, организации дорожного движения. Ответил глава города и на вопросы депутатов. В частности, Алексей Городничев интересовала ситуация с раздельным сбором мусора. Алексей Сафонов подчеркнул, что претензии к региональному оператору по вывозу отходов есть практически у каждого муниципального образования. Что касается раздельного сбора, Алексей Сафонов отметил, что в большинстве своём к этому не готовы сами жители. Из тех сообщений, с кем мы общаемся, докуда дотягиваемся, для среднего граждан это трудоёмко, и они не понимают необходимости этого. У нас нет ни одного дома, кто заявил бы желание заниматься раздельным сбором мусора. То есть здесь проблема, я так полагаю, более длинная. Здесь надо вернуться к воспитанию. Но, опять же, если взглянуть на все мусорные полигоны, что там происходит, это действительно тяжелейшая ситуация. Мы вопрос времени, когда мы утонем в собственном мусоре. Отчёт главы города депутаты приняли к сведению. Полностью запись выступления Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.